МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Галины Титарчук. Сегодня в Москве открылся форум партийных проектов Единой России, седьмой медиафорум и совместное расширенное заседание Высшего и Генерального Совета в партии Единой России. На выставке представлены более 20 федеральных и региональных проектов, причем часть из них тематически объединяет несколько начинаний Единой России. Например, один из партпроектов «Детский спорт» аккумулирует такие широко известные проекты, как урок физкультуры 21 века, дворовый тренер, школьный спорт. Из представленных проектов на этом форуме многие успешно реализуются в Чувашской республике, говорит депутат Государственной думы Алена Аршинова. Недавно в рамках проекта «500 бассейнов» открылся спорткомплекс в Педуниверситете. В республике идет масштабная работа по пропаганде здорового образа жизни среди различных социальных и возрастных слоев населения. Если в некоторых регионах строительство физкультурно-оздоровительных комплексов только начинается, то в Чувашии оно уже завершено. Реализацию этого проекта с 2006 года из федерального бюджета было выделено около 18 миллиардов рублей. Также Чувашия в числе лидеров по привлечению молодых специалистов на село. Благодаря реализации проекта «Качество жизни» и «Зенский доктор» повысилось качество оказания медицинской помощи сельскому населению. Сегодня стало известно, что на строительство и модернизацию детских садов правительство страны намерено направить 50 миллиардов рублей. Руководителем проекта «Детские сады детям» назначена депутат Государственной думы от Чувашской республики Алена Аршинова. Для меня самое главное – это указ президента, что к 2016 году все очереди должны быть ликвидированы. Я уже догадываюсь и вижу подводные камни, что на самом деле есть очереди. Это 400 тысяч ориентировочная очередь по данным Росстата. На самом деле она гораздо больше, потому что люди просто не становятся на учет, потому что знают, что детских садов рядом просто нет. Поэтому наша задача сделать так, чтобы люди даже и не думали, есть они или нет. Они просто знали, где он находится, и этот детский сад их всегда ждет. И они могут просто выбирать, отдавать своего ребенка в детский садик или просто воспитывать его дома. Поэтому все, что мне предстоит, это очень большая работа, но я в нее вникну. И как бы все, что я согласилась, но я не обсуждаю решения руководства партии, и поэтому я благодарю, что мне доверен этот проект, и я постараюсь прокопать его оттуда. В Чувашии сейчас готовятся к шестому экономическому форуму. В этом году он проходит под девизом «Регионы России от стабилизации к развитию». Традиционно в рамках форума будет работать выставка «Регионы сотрудничества без границ». До старта делового саммита остался всего месяц. Об особенностях предстоящего шестого экономического форума Ольга Григорьева. От стабилизации к действию лейтмотив шестого экономического форума. По задумке последствий кризиса 2008 года позади, поступательное развитие впереди. В этом году форум пройдет масштабно. Местом встречи станут более десяти площадок по всему городу. Среди них театр оперы и балета, национальный музей, национальная библиотека, образовательные учреждения и промышленные предприятия. Несколько дней политики, финансисты, бизнесмены, эксперты из разных регионов страны и зарубежья будут обсуждать актуальные проблемы экономики и не только. презентовать себя и свои разработки. Форум, он, наверное, отличается от предыдущих лет в плане того, что в рамках форума будут рассмотрены практически все основные вопросы, касающиеся экономики, ну и каждого жителя республики. Это начиная от образования, от профессионального образования, высшего образования, сельского хозяйства, здравоохранения, так и за ограниченными вопросами промышленного производства и так далее. Зловой программы этого года имеет ряд особенностей. Впервые в истории Чебоксарского экономического форума четыре выездные технологические платформы. Это что-то вроде дискуссионного клуба, где производственники, чиновники и эксперты обсудят проблемы био- и экологической безопасности, инновации в дорожной отрасли, текстильной и легкой промышленности. Предполагается, что этот дискуссионный совет создаст инструмент, который позволит улучшить производственное здоровье. Актуальная тема, это все-таки в связи с вступлением в ВТО, связанная со швейной отраслью. То есть это отрасль, в которой максимальные трудозатраты, где максимальная занятость и в том числе огромная конкуренция. Поэтому здесь также будут обсуждаться актуальные проблемы. Форум – это всегда коктейли из конференций, семинаров, круглых столов, выставок, презентаций, деловых встреч и общений. Впервые в рамках делового саммита – форум трудовой молодежи промышленности. Он заявлен на площадке электроаппаратчиков. Пройдет международная конференция по вопросам АПК в условиях ВТО. Ждут представители институтов Украины с их наработками. Ожидается также бизнес-саммит по проблемам экспорта. Соберется также весь Приволжско-федеральный округ. Соберутся центры экспортной поддержки всего округа по вопросам выхода субъектов малой и средней предпринимательности на внешние рынки. Следующая тематика – это пройдет всероссийское совещание по проблемам, по вопросам агропромышленного комплекса, в частности свиноводства. У нас здесь также соберутся ведущие ректора, ученые в области свиноводства и сельхозсельскохозяйственной деятельности России. В рамках форума по традиции подписываются соглашения, значимые для региона. Этот год не станет исключением, но организаторы обещают колоритных экспертов и модераторов форума. В общем-то, всем понравилась дискуссия, проведенная Михаилом Хазиным в прошлом году. Мы постараемся не разочаровать вас и в этом году. То есть Михаил Хазин приедет с другом. Назовем так. Форум дополнит выставка регионы сотрудничества без границ. Свою продукцию по традиции покажут предприятия Чувашии и других регионов. Впервые представит себя электротехнический кластер. А завершит деловую часть форума Международный фестиваль фейерверков. Ольга Григорьева, Евгений Анисимов, Республика. Грандиозный фестиваль фейерверков. В Сечувашске Агадуй. Международные выставки и масштабные фестивали. В День Республики власти региона готовы удивить гостей. В праздничной программе множество необычных проектов. А завершат к торжествам и строительство нескольких социальных объектов. Все карты члены оргкомитета раскрыли сегодня на очередном заседании. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. К предстоящему празднику власти Республики готовят десятки масштабных событий. В этом году впервые все театры Чувашии свои уличные спектакли зрителям покажут ночью. Артисты освоят уличные площадки. В театральные подмостки превратятся в монумент матери и площадь Республики. Такого жители региона не видели никогда, говорят организаторы. Фестивали в этом году тоже удивят количеством участников. На 21-е родники приедут более 200 коллективов. Всего из регионов Российской Федерации планируется участие около 400 человек. Мероприятия начнутся 23 июня 2013 года. Стеатрализованное шествие. Участники Всечувашского Агадуя тоже пройдут по улицам города. Земляков из 25 регионов встретят с национальным колоритом. На заливе появятся вот такие чувашские подворья. В парке 500-летия покажут забытые обряды. На праздник на сегодняшний день приглашены творческие коллективы из 13 регионов Российской Федерации с компактным проживанием чувашского населения. И два коллектива, которые будут принимать и в родниках России. Это коллективы из Белоруссии и Эстонии. Накануне главного праздника село Янтиково превратилось в одну большую стройку. В начале апреля здесь начали прокладывать новую дорогу. Раньше, двигаясь по этой трассе, водителям приходилось объезжать ямы и кочки. На ее капитальный ремонт в бюджете не хватало средств. Протяженность проблемного участка 3 километра от одной деревни к другой. Здесь положили свежий асфальт. Центр села уже преобразился. Здесь высадили цветочные клумбы, покрасили памятники, отремонтировали многоквартирные дома. К праздникам готовят и площадку местного стадиона. Именно здесь 24 июня пройдут все концерты и спортивные турниры. Территорию уже очистили от мусора. Сейчас устанавливают новые скамейки. Скоро в Янтиково появится и новый сквер – подарок всем молодоженам. Брусчатку проложим. Там будет очень большое сердце, где молодожены должны будут ввешать свои замки. В Чебоксарах смогут сыграть новоселье обманутые дольщики. В финской долине уже достроены два дома. Сейчас подрядчики благоустраивают дворы. В Урмарах возводят школу, в Ядрине молочный завод, в Обресе их стадион. Проблем с их строительством пока не возникает. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика. Сегодня Михаил Игнатьев в составе делегации Приволжского федерального округа в Китае посетил технопарк электронной промышленности. Здесь расположена одна из крупнейших в мире производств компьютерной техники, где в год изготавливается 32 миллиона единиц продукции. Члены делегации также побывали в транспортно-логистическом центре. Логистика в Китае признана одной из наиболее перспективных отраслей, определяющих экономическое развитие страны. Центр полностью автоматизирован и осуществляет логистические операции, связанные с использованием автомобильного, водного и железнодорожного транспорта. Заразить всех здоровьем. С такой целью собрались сегодня на главной площади республики школьники, представители самых разных спортивных кружков и официальные лица не только республики, но и России. На форум «За здоровую Чувашию» приехал вице-президент Общероссийской общественной организации Лига здоровья наций Николай Кононов. Это очень приятно, что вчера вы еще только делали первые шаги по тропе здоровья, которая проходит по лучшим красивым набережным и местам города Чебоксары. То сегодня это, конечно, уже большое количество. Как и молодежи, студентов, наших самые надежды общества, то и, с другой стороны, конечно, людей третьего поколения. Это очень важно, что люди сами участвуют, показывают пример и заражают других. Мы ждем делегацию Чувашской республики на форуме 29 мая, 31 мая, где она имеет возможность показать на своей площадке лучшие наработки по здоровому образу жизни. С другой стороны, конечно, мы хотим, чтобы и марафон здоровья, и волна здоровья прошли еще раз в Чувашской республике. Тот, кто придумал выражение «хочешь быть здоровым, закаляйся», скорее всего, даже не догадывался, какую истину он прописал. На сегодняшний день можно его немного изменить. Хочешь быть здоровым – все в твоих руках. Самое главное, что это понимает подрастающее поколение. Мы приехали на молодежный форум за здоровый образ жизни, чтобы поддержать нашу Чувашу. Здоровый образ жизни – это когда ты не куришь, ты не пьешь, занимаешься физкультурой, как многие представители здесь. Здоровым быть хорошо, это красиво и модно. Мы хотим показать всем подросткам, что нужно заниматься спортом, что будут добиваться больших результатов, и что это очень полезно для них. Нужно поставить себе цель, что нужно заниматься, выбрать для себя такой вид спорта, направление, которое будет нравиться. В данном случае нам нравится фитнес-аэробика. Пока выступления каратистов, различных школ фитнеса и аэробики, турникменов заражали всех духом здорового образа жизни, на форуме работали здоровье-сберегающие площадки. Все желающие могли получить консультации кардиолога и врача-эндокринолога. Профилактическая направленность в данном случае должна рассматриваться как целый межсекторальный подход, начиная от физической зарядки, правильного питания, здорового образа жизни. И тогда на самом деле мы будем, наверное, с вами здоровым поколением. Любая пропаганда неэффективна без широкой огласки. И здесь очень важную роль играют все представители СМИ. Об этом и рассказала исполняющая обязанности директора национальной телерадиокомпании Юлия Стройкова всем собравшимся на форуме за здоровую чувашию. Как показали результаты опросов ЦИОМа, самым острым СМИ среди россиян остается телевидение. Из центрального телевидения информацию получает 98% опрошенных, а из регионального – 88%. Заметен рост доверия к интернету. Если в 2008 году информацию, получаемую в сети, доверяли лишь 49% опрошенных, сегодня уже 64%. И хочу напомнить, уважаемую аудиторию, что национальное радио и национальная телевидение Чуваши вещают в режиме онлайн. Ссылку можно получить на нашем сайте интеркар-21. Заходите, не пожалеете. В эфире национального радио Чуваши есть программы, посвященные пропаганде здорового образа жизни. Это чемпион, а также совместно с Министерством здравоохранения проекта «Социальный вопрос». Татьяна Трофимова, Надежда Яковлева, Евгений Анисимов. Республика. Ради работы люди готовы на все, даже переехать в другой город. И Чебоксарцы не исключение. Этот факт подтверждает компания «Хитхантер», которая составила рейтинг наиболее привлекательных мест для работы. На основе данных более 15 тысяч резюме соискателей из города Чебоксары был составлен своеобразный хит-парад. Первое место, конечно, у Москвы, которое манит наших земляков перспективами карьерного роста, размерами заработных плат, разнообразием и количеством видов бизнеса. В столице хотели бы работать 24% жителей Чебоксар, решивших сменить город. Второе место рейтинга с существенным отрывом занял Санкт-Петербург. Там ищут работу 9% чебоксарцев. В заслуженную бронзу получила Казань, столица 27-й всемирно-летней универсиады 2013 года. Там хотят жить и работать почти 7% уроженцев Чебоксар. Между тем, всего лишь треть чебоксарцев, это 36%, считают свой город подходящим для построения карьера. При том, что столица Чувашия входит в список городов, где ищут работы нижегородцы, отдавая предпочтение чебоксарам, а не Санкт-Петербургу или Казани. С какого времени на мопеде нельзя будет прокатиться без прав? Что делать, чтобы такие трагедии, как авария под Пензой, не повторялись? Какие меры принимаются, чтобы передвигаться по дорогам было безопасно? Об этом сегодня рассказали ГИБДД. 66 человек погибли в дорожных авариях на территории республики с начала 2013 года. Более пяти сотен получили травмы. А впереди у инспекторов дорожного движения неспокойные летние месяцы. Когда по дорогам Чувашии будут массово перевозить детей, к примеру, в летние лагеря. В госинспекции летом перевозки пассажиров будут уделять особое внимание. Сейчас в республике проводится операция автобус. А водитель автобуса сегодня является главным источником повышенной опасности. Мы сегодня проверяем весь комплекс правил перевозки. Иногда, когда проводим операцию автобуса, останавливая маршрутные газели на территории города Чебоксары, выявляем даже по 15 штрафов неоплаченных. Мы также провели операцию по операции и школьные автобусы. Мы сегодня готовим постановление правительства Чувашской республики, готовим обращение от имени министра, в связи с тем, чтобы при перевозке детей, независимо там будут находиться взрослые, обязательно была информация в госавтоинспекции Чувашской республики заранее. Снизить аварийность на дорогах должен и закон, который обязывает владельцев скутеров и мопедов получать права. Он вступит в силу уже 8 ноября этого года. Очень много родителей скутеров провоцируют или сами попадают в дружно-транспортные происшества. Например, вот только на территории Чувашской республики, вот только вроде лет, только началось 17 авторов с участием. Впрочем, опасны на дороге не только те, кто на колесах. С начала года под колесами автомобилей погибли 27 человек, 185 получили травмы. В половине случаев аварию провоцировали сами пешеходы. 16 и 17 мая в республике прошла акция «Пешеход. Пешеходный переход». С теми, кто пересекает проезжую часть там, где вздумается, провели разъяснительную работу и напомнили, чем может закончиться такое поведение. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика. Сегодня в Чубаксарской стоматологической поликлинике открылось 5-е детское лечебно-профилактическое отделение. С 17 мая 2013 года дети и молодые жители микрорайона «Текстильщик» в возрасте до 18 лет теперь могут получать весь спектр стоматологических услуг в новом детском лечебно-профилактическом отделении. Оно открылось в первой стоматологической поликлинике по улице Зои Яковлевой, дом 44. Торжественную церемонию открыл Владимир Викторов, президент Ассоциации стоматологов Чуваши, главный врач городской стоматологической поликлиники. Надо сказать, что к детям со стороны чебаксарских стоматологов отношение особое. Московские профессора-стоматологи на прошедшей в Чебаксарах Всероссийской научно-практической конференции отметили, что в Чувашии, как нигде в России, удалось сохранить школьные стоматологические кабинеты. Только в столице республики их 33. Сегодня мы сделали большой подарок для детей микроориона «Тестильщик». Открыли детское отделение на базе поликлиники номер один. И сегодня мы говорим о том, что детство – это наше лицо, и мы очень серьезные финансовые средства вкладываем в направление детства. И в этом отделении сегодня представлены самые современные стоматологические установки, самые современные стоматологические материалы, самые современные инструментары. И сегодня, если раньше в этот филиал приходили только родители, а теперь могут приходить семьями и взрослые дети, чтобы получить качественную стоматологическую помощь. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных! Субтитры предоставил DimaTorzok Да. Дякую. Субтитры предоставил DimaTorzok Продолжение следует...